Да, вопросы очень непростые, и я попросил присоединиться к нам Диму Зицера, журналиста, директора Института неформального образования, ведущего программы «Любить нельзя воспитывать» на радио «Маяк». Здравствуйте, рад познакомиться. Да, очень приятно. Вот сейчас обсуждали все эти вопросы и с Евгением Александровичем Ямбургом, и с Ириной Всеволодной Абанкиной, понятно, что когда речь идет о воспитании и школе, о семье, взаимодействии учителя, детей, это такая насущная очень тема для каждого родителя, и поэтому очень много разных точек зрения. Сейчас тема возникает все острее, потому что принят в первом чтении законопроект, который должен, ну как говорят, вернуть воспитание в школы. Ну, что касается вернуть, у меня прежде всего вопрос вот какой. Во-первых, было ли оно? Потому что я сам помню, как учился в школе, и тогда, очень многие, кстати, сейчас приводят эти примеры, там, пионерия, комсомол, что вот именно таким образом людей воспитывали, но воспитание – это определенная система ценностей. Любая система ценностей – это определенная идеология. Тогда, когда вот я учился, идеология была абсолютно понятная, и нас, скорее, не воспитывали, а прививали вот эту вот идеологию. Что может быть сейчас? Как вот такое воспитание будет выглядеть, и как оно должно выглядеть, если оно вообще должно быть в школе? Мы можем начать совсем с другой точки, сказать, вслед за вашим вступлением. А чем кончилось, напомните, пожалуйста, прививание вот этой идеологии, о которой вы вспомните? Ну, мы это прекрасно знаем. Вот сейчас мы с Евгением Александровичем, например, Ямбургом говорили, что как раз те люди, которые сегодня делают телевидение, которые сегодня, там, и в 90-е годы много чего делали, это те люди, которые учились в этой же советской школе. Значит, смотрите, педагогика, с одной стороны, эта история сложная, а с другой стороны, она довольно простая. Хочешь посмотреть, к чему ведут, так сказать, те или иные педагогические изыски, посмотри на 10 лет вперед. Значит, если мы говорим о идеологии, определенной идеологической платформе, скажем, начала 80-х, можно смотреть на начало 90-х. Да, и в тот момент, когда сегодня любые люди, любые, говорят, я не знаю, о том, что, дескать, в Советском Союзе была некоторая воспитательная система, значит, а потом был какой-то, понимаете, ужасный провал, а теперь эту систему надо восстанавливать. Я предлагаю этим людям, ну, как бы это сказать, ну, минимальную рефлексию проявить и проверить, к чему привело, на самом деле, к чему привела индоктринация, я буду называть вещи своими именами, как я, так сказать, это вижу. Да, к чему привело, на самом деле, наслаждение определенной идеологии. Это привело, слушайте, ну так, иначе мы совсем потеряемся, еще раз, так моя профессия устроена. Да, вот хотите посмотреть, что было, значит, смотрите вперед. Теперь мне представляется, что то, о чем сейчас идет речь, это довольно опасно, это довольно опасно, это довольно опасно и для конкретного человека, и я боюсь, что и для общества в целом, потому что ведь как только любая группа людей говорит, мы знаем, как правильно думать в этот момент, или мы знаем, что еще хуже, как правильно любить, да, если мы говорим, так сказать, о слове патриотизма, если я, верно, понимаю то значение, которое употребляют ваши коллеги, или, в основном, большинство ваших коллег, мне кажется, что мы приходим к сумасшедшей опасности, от этого один шаг, но я даже не хочу произносить это слово, однако, и к диктатуре нравственности, и нравственность в этом смысле это совсем нехорошее слово, и поведение, конечно, и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть как только какой-то человек говорит вам, мне, слушай, Николай, ты неправильно любишь, слушай, Дима, ты неправильно любишь, да, на самом деле я знаю, как любить нужно, на самом деле я знаю, как правильно думать. Ну, слушайте, мне кажется, что ваши зрители и интеллигентные люди, и им не нужны исторические параллели, я думаю, что все в состоянии сами догадаться, как это называется. Так что вот, теперь, что касается воспитания, в принципе, ну, под воспитанием, я полагаю, мы с вами понимаем ращение, я не знаю, да, приобретение определенных навыков, определенных ценностей, как вы говорите, да, и так далее, и так далее. Ну, мне представляется, что если мы хотим, чтобы наши молодые люди умели самостоятельно думать, умели двигаться вперед, чтобы нам было кому передать то, чем мы занимаемся, и так далее, и так далее, это должны быть люди, которые умеют мыслить критически, это должны быть люди, которые не боятся сказать, на мой взгляд, это должны быть люди, которые умеют выслушивать другое мнение, это точно не должны быть люди, которые говорят, есть два мнения, одно правильное, другое нет, или одно мое, другое неправильное. Так что вот, как это делается, ну, можем... Ну, вот родители как раз пишут, а что, если человек хочет быть бунтарем и оппозиционером, у нас теперь нет права выбора мировоззрения, веры и всего остального, это вопрос такой. Но, действительно, это, кстати, многие об этом спрашивают. Вопрос к вам, я думаю, не ко мне, между прочим. Это же вы принимали в первом чтении этот закон. Да, я согласен абсолютно. Дело в том, что вопрос заключается в том, каким он выйдет. Слушайте, а у меня, знаете, какой вопрос? Я не могу не воспользоваться просто... Да, конечно. ...не воспользоваться возможностью разговора с депутатом Государственной Думы. Слушайте, а почему вы с нами не посоветовались? Почему, в принципе, принимая такой закон, который так или иначе действительно, да, я готов поверить, что это из лучших побуждений, ну, так или иначе относится к подрастающему поколению, еще раз, к моей профессии. Почему вы не советуетесь, ребята? Я не знаю, честно говоря, что вам ответить, потому что, когда любой комитет, я очень надеюсь, на самом деле, что когда дальше будет разбираться этот законопроект, и он будет готовиться там дальше ко второму чтению, что профессиональное сообщество будет привлечено. Очень надеюсь на это. Во всяком случае, моя попытка как раз разобраться в этой ситуации, это в том числе попытка разобраться не только потому, что мне это интересно как родителю, мне это интересно в том числе и как депутату. И мне кажется, что если мы с вами будем действительно говорить об этом и поднимать абсолютно, может быть, неприятные или острые вопросы, вот те, которые задают родители, да, то я думаю, что на выходе может действительно быть взвешенный документ, который, я надеюсь, да, будет на пользу. Но именно потому что вопросов очень много, да, как раз вот я вот, например, спрашивал сейчас своих собеседников, но так и не смог получить ответ, а где в этой системе семья. Потому что мы постепенно уходим с женой от школьного образования. И средний сын у нас, он наполовину, половину вот этого вот школьного срока, он проучился дома, а маленькая дочка, я думаю, что она и не пойдет вот так вот на очередь. Ну так, Николай, ну вы же сами ответили только что на все свои вопросы. Абсолютно, но дело в том, что не все могут себе это позволить, если честно. Да ладно, да ладно. Но тем не менее, есть люди, которые не могут позволить себе оставить ребенка дома и вынуждены работать, и папа, и мама, и так далее. У нас очень разные ситуации. И в этой связи как раз еще более остро возникает вопрос, связанный вот с таким термином, как воспитание. Почему? Потому что, наверное, если семья благополучная или даже неблагополучная, но это семья, она даст воспитание. Есть дети абсолютно заброшенные, которым, наверное, нужно, чтобы кто-то их как-то вел. В чем вел и кто это может делать? Вот это вот, наверное, еще более... Я скажу вам вот что. Мне кажется, что, во-первых, если мы действительно разобраться в этом вопросе, мы должны смешивать все вместе. Потому что мы можем посмотреть на систему, а после этого обсудить, ну, так сказать, да, части этой системы. Ну, например, я не знаю, неблагополучные так называемые семьи и так далее, и так далее. Но вообще нужно с вами поспорить. Потому что мне кажется, что во главу угла родители должны ставить благополучие собственных детей. Мне кажется, что это по определению... Вот я думаю, я попытаюсь за коллегами ответить на ваш вопрос, при чем тут семья. Да, значит, у родителей есть очень и очень понятные функции, уж извинить за выражение. Родители – это люди, которые ребенка поддерживают. Родители – это люди, которые должны ребенка делать сильнее, делать гармоничнее, делать сложнее, между прочим. Да, уводить его всячески от системы, которая предлагает ему. Это черное, это белое, это хорошее, это плохое. Да, то есть, иными словами, родители помогают человеку стать еще более человечным. И себе тоже, между прочим, в этот момент. Это первое. Второе, я должен вам сказать, что я считаю совершенно искренне, что в России один из лучших в мире законов об образовании. Пока, пока. Вот что будет после ваших поправок, я не знаю, извините уже. Да, но пока один из лучших в мире. Почему? Я объясню. Я когда рассказываю коллегам в других странах о российском законе об образовании, они рот раскрывают, представляете себя? Потому что завтра, вот ровно как вы, Николай, поступили, родители могут сказать, отлично, мы выбираем другую систему образовательную. Ну, например, да, мы уходим в домашнее обучение, как в вашем случае, я полагаю. Или, вот вы говорите, что не всем родителям это под силу. Я с вами не согласен, потому что, если мы озабочены судьбой собственных детей, мы встретились с другом, еще с одним другом, с подругой, собрались вместе, провели очень простые юридические действия, наняли учителя, и он учит наших детей ровно так, как нам кажется, что их надо учить, не обижая, не унижая, не, так сказать, лишая его собственного мнения, и так далее, и так далее. Значит, в этом и есть функция семьи на 100%. И в определенном смысле семья, конечно, всегда должна быть на стороне члена семьи. Ничего нельзя поделать. Да, то есть это ненормально и неправильно, это такое извращение, если семья вдруг говорит, нет, 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 мы, значит, будем против нашего ребенка вместе с, я не знаю, учителями или школами, кем бы то ни было. Да? Так что вот, что я думаю на эту тему. Теперь, что касается вот этой обочины, да, когда вы говорите, есть разные сложные случаи. Слушайте, но сложные случаи нужно обсуждать отдельно. И я-то абсолютно уверен, что это связано с образованием и просвещением тоже. Потому что вот то, что я сейчас сказал о законе об образовании, удивительным образом, когда я разговариваю с родителями, я очень много встречаю с родителями, поступаю, пишу что-то и так далее, и так далее, 99%, я говорю на всякий случай, чтобы сказать 100, не знают о своих правах по закону об образовании. Более того, Николай, они не знают, что они являются заказчиками образования. Да? И мне кажется, что в определенном смысле, вот если вы хотите решить эту проблему, я обращаюсь сейчас к вам как к человеку, который может инициировать на самом деле просвещение, этот самый процесс. Да? Ну сделайте, попробуйте сделать так, чтобы родители это понимали. В противном случае, как вы понимаете, какую модель видят родители те самые? Да? То есть кто является заказчиком образования? Тем более, что ваши коллеги довольно часто говорят, что образование не является услугой. Да? А чем же оно является образование? То есть мы приходим к модели, когда государство является и заказчиком, и исполнителем. Ничего себе. Это вообще-то называется коррупцией на простом языке, если это так. Нет, ребята. Заказчиком образования безусловно является ребенок при поддержке семьи. Это нужно формулировать. И нужно, чем больше людей, которые являются заказчиками, будут это формулировать, и задавать вопросы, и задавать сложные вопросы, и влиять на процесс, тем лучше будет этот процесс. Это абсолютно точно. А в случае, если нам скажут, слушай, школа устроена вот таким образом, все, шаг вправо, шаг влево, попытка бег, все устреляют без предупреждения. Ну вот люди думающие, видимо, как вы, и будут уходить на домашнее обучение. Но в этом случае получается, что определение в законе тех или иных ценностей, оно противоречит статусу заказчика со стороны родителей. Слушай, я думаю, что это не совсем так. Я думаю, смотря что мы называем ценностями, если мы называем ценностью, например, человека, если мы называем ценностью, например, свободу личности до границы, пока эта личность не ограничивает свободу другого, и, так сказать, не приносит зло какое-то другому, я думаю, что это ого-го, какая ценность. И я думаю, что стоит полагаться на людей, стоит полагаться на граждан, все разберутся, все разберутся. Вот эта попытка, которая всплывает время от времени, к сожалению, единообразие, она пагубна, потому что она приводит к краху исторически, мы точно это знаем, но опять-таки, я уверен, что вы знаете тысячи, сотни точно, да, исторических примеров. Всегда приводит к краху, потому что на давление всегда есть сопротивление, потому что личность все равно как цветок весной прорастет непременно. Да, и если, например, по тому самому закону в образовании родители вместе с ребенком выбирают школу, это, на самом деле, изменит систему образования, потому что, подобно тому, как вы идете, не знаю, в ресторан, в котором вам дают приличную еду, и официант вам не хамит, вы выбираете этот ресторан против ресторана, в котором вам, наоборот, хамят, так сказать, грязные тарелки и так далее. Также в тот момент, когда родители выбирают школу, школа становится лучше, потому что из этой так называемой, грубо скажу, плохой школы родители с детьми переходят в хорошую. Что такое хорошее? Девчонка не обижают, создают ему комфортную атмосферу для того, чтобы он мог развиваться, идти вперед, реализовываться, узнавать новое, строить отношения с другими людьми, со всем миром, со знаниями и так далее, и так далее. Я думаю, что это устроено вот так. А дальше все, что касается, ну, патриотизма, да, и так далее, с этим, еще раз, с этим люди разберутся. Ведь, опять-таки, мы с вами, ну, близки, во всяком случае, поколенческие, я так понимаю, да, и мы с вами точно знаем, точно знаем, к чему приводит, мы себе испытали, да, единая идеология. Потому что людей тошнит, потому что они на самом деле перестают верить даже в то, во что стоит верить, на самом-то деле. Так что я думаю, что история печальна, если мы не стримы. Ну, вот здесь мы возвращаемся, наверное, к тому, с чего начали. Если говорить о том, что я абсолютно разделяю, да, что каждый ребенок, он уникальный, ему надо дать возможность развиваться, но тогда возникает вопрос о том, что должен быть уникальный учитель. Верно. И мы тоже прекрасно понимаем, что этого, наверное, невозможно достигнуть, не то, что на 100%, да, но там даже на 80%. И, ну, потому что все люди... Подождите, секунду, секунду, почему? 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 Ну, по определению. Дело в том, что сейчас есть в любой профессии, в любой профессии, я думаю, что вот таких звезд или успешных, или уникальных специалистов, ну, всегда будет меньше, чем всех остальных. Ну, к сожалению, так мир устроен. Мы все... Я не согласен с вами, Николай, я с вами поразилен, может, он зовет меня идеалистом, но я с вами совершенно не согласен. Вы же присутствовали на самом деле, жили точно... Вы москвич? Да. Я петербуржец, да, но у нас похожие процессы были. Когда из мерзких, плохо пахнущих столовых вдруг, да, у нас возник контекст, в котором появлялись кафе, рестораны и так далее, и так далее. Где были эти люди до этого? Где были люди, которые умели красиво организовать интерьер? Где были люди, которые умели вкусно приготовить? Я не знаю, да, так сказать, красиво подать и так далее. Выяснилось вдруг, что они были, эти люди. Они не были востребованы. С учителями происходит, уж простите за такую аналогию, абсолютно то же самое. Я общаюсь с учителями много. Поверьте мне, ну, уж две трети точно, а может быть, три четверти, а может быть, четыре пятых, а может быть, девять десятых. Учителей готовы, но учителя, к сожалению, так общественно устроено, тоже не будем это обсуждать. К сожалению, многие из них чувствуют себя людьми подневольными. Это крайне досадно, потому что учителя должны чувствовать себя свободными. Мне кажется, если, например, Государственная дума в вашем лице пошлет однозначное сообщение, однозначный месседж, ребята, мы на вас полагаемся, вы все, что у нас есть, плывите. В школе существует автономия на уровне закона, это правда. Возьмите эту автономию, дерзайте. Это правда. Будет некоторый балаган, безусловно, какое-то время. Год, предположим. А потом эта система выстроится, так же, как выстроилась система тех самых ресторанов. Самый простой пример. Дима, а как это сочетается с тем, что, с одной стороны, вот такие берите и плывите, и развивайте, а с другой стороны, это уникальные заказчики в лице родителей. Это сочетается идеально, это сочетается в диалоге. Это при том, что, нет, мы с вами, если мы говорим о ресторане, мы понимаем, что мы можем встать, особенно если это Москва или Санкт-Петербург, мы можем встать и пойти на другую улицу. А у нас есть огромное количество городов, где, конечно, старый анекдот, что пойди прошвырнись по рыночку. Нету другой школы или есть там еще одна? Нет, другая школа, это закон. Есть другая школа. Если вашего ребенка, не дай бог, будут обижать, вы придумаете другой способ. Более того, вы придумали уже, вы про это рассказали. В любом городе, в любом поселке родители по закону, еще раз, Российской Федерации могут объединиться. Сказать, нет другой школы, обойдемся без вас. Да, и найти... Слушайте, я... Ну, не знаю, вы знаете, наверное, о блестящей программе «Учитель для России», к которой я имею некоторое отношение, преподаю педагогику там, да? Молодые ребята совсем, заканчивающие университеты, получают педагогическое образование и уезжают в провинцию, в деревни, в поселки. И в этих поселках они поднимают школу. Да, они минимум два года там должны пробыть. Это я к чему? Это я к тому, что в этом самом городе, о котором вы говорите, если родители соберутся с учителями, да, и скажут, слушайте, мы хотим позвать сюда молодого человека 25 лет, гибкого, современного, и так, он приедет, ребята, он приедет. Ну, видите, мы опять приходим с вами к осознанию. И опять приходим к самостоятельности осознания. Потому что если мне будут твердить о том, что есть какие-то люди, которые точно знают, как нужно преподавать, как нужно жить, как нужно любить родину, как нужно любить женщину или мужчину, ничего не будет, к сожалению. Да, будет тупик. Мы опять будем проворачивать вот эти колеса в холостую. Знаете, это чрезвычайно досадно, вы знаете. Ну, то есть речь идет о том, что чем больше будет у нас вот таких предписаний, тем хуже будет сама система. Я думаю, что есть чем заняться просто. Я опять-таки, кто я, чтобы давать вам советы? Но мне кажется, что нужно укреплять учителя и давать ему, учителю, директору, родителю давать ощущение полета. Вы же извините меня за педагогический такой принцип, да? Да, давать ощущение того, что они могут. Более того, что когда они смогут, не придет никто и не даст им по голове. Потому что система отстраивается сама. Почти во всех случаях в системе нужна поддержка. Это правда. Да, но вы ведь не пойдете со своим ребенком к плохому учителю. Или к учителю, который, на ваш взгляд, научит его плохому. Не пойдете. Пойдете в другую школу. А если вы живете в маленьком городе, скажите, нет, все равно не пойду. Вы знаете, есть такой принцип, известный абсолютно в разных сферах. Мне очень нравится, как некая система координат. Это принцип информационной асимметрии. Когда кто-то знает больше другого, и это дает возможность ему навешать лапшу на уши. Так вот, один из таких примеров, очень распространенных, когда речь идет об информационной асимметрии, это как раз пример с учителем. Когда мы встречаемся с учителем, мы понимаем, что он может себя представить очень хорошо. Или у него симпатичное лицо, и он вызывает доверие и так далее. Мы понимаем, насколько он был эффективен только спустя определенное количество времени, когда иногда бывает уже поздно. Я сам встречался с этим тоже как родитель, абсолютно не исключаю. Так вот, можем ли мы при этом говорить, что отсутствие каких-либо координат, ну вот сейчас предложено это в качестве воспитания, что отсутствие может стать достаточно опасным с точки зрения того, что мы не знаем, с кем мы встречаемся, что нам преподают, и что из этого получится. При этом здесь могут быть как положительные, так и отрицательные примеры. Я как родитель могу, например, желать своему ребенку абсолютно не то, что желает вся страна. Это жизнь. Вот не кажется ли вам, что отсутствие хотя бы каких-либо координат в этом вопросе может привести только к плачевному? Мне кажется, и поэтому я ни в коем случае не говорю об отсутствии каких-либо координат. Вопрос, что этими координатами считать. Во-первых, я должен сказать, что эффективность учителя можно определить не через 10 лет. Потому что есть одно очень понятное мерило, которое поможет вам на самом деле определить начальную хотя бы базисную эффективность учителя. Бежит ваш ребенок в школу или нет? Это да. А вот эта взрослая история про то, что деточка, надо помучаться 10 лет или 11 лет. За это время, Николай, как вы понимаете, можно отсидеть и выйти за убийство. Вот ты помучаешься одни, а потом ты поймешь. Это не бывает. Вот просто не бывает. Даже если бы мы встречали с вами людей, которые говорили, я что-то такое вспоминаю с благодарностью. Все намного сложнее устроено, тоже не для этого разговора. Мне кажется, координаты должны быть. И мне кажется действительно, что высшей ценностью на самом-то деле является человеческая реализация, человеческая свобода. Дальше к этому прилагаются инструменты. Нам зачем с вами учить литературу или историю? Я учитель литературы, помимо всего прочего. Потому что литература делает нас богаче, извините за банальность, и помогает нам понять мир, понять другого человека, понять самого себя. Значит, вы как родитель, например, ученика, который у меня учится, можете судить о моей эффективности? Я полагаю, да. Я полагаю, да. Потому что в этот момент вы видите, каким образом ваш ребенок с вами взаимодействует. Насколько он глубоко может взаимодействовать. Насколько он может оперировать, ну не знаю, цитатами, какими-то дополнительными инструментами. И так по всем предметам, абсолютно по всем. Так что нужна ли система координат? Ну, конечно, нужна. Это называется, например, образовательная программа, которая еще раз сложно устроена. Да? Нужна ли нравственная система координат? Ну, конечно, нужна. Но только в этой нравственной системе координат, мне кажется, намного важнее становится критичность мышления. Еще раз, что такое критичность? Давайте мы договоримся о терминах. Это не позиция, при которой я говорю, будучи критически настроенным. Николай неправый, это неправый, это значит неправильно, Чехов плохо писал и так далее, и так далее. Критически это моя готовность осмыслить. Вот что такое критическое мышление. И это действительно, и это в результате, я абсолютно уверен, что для общества, для страны, для мира. Это прекрасно, потому что в этот момент растут люди, которые говорят, я не удовлетворен тем, как устроен, я не знаю, этот карандаш. Да? Потому что я могу сделать его удобнее, я могу сделать его другим, а не люди, которые говорят, это то, что есть, и давайте мы это зафиксируем. И ни на шаг не пойдем вперед, потому что, а дальше начинаются аргументы, к слову сказать, обычно при такой системе координат очень-очень странные. Да, например, аргументы, ну, скажите, наши предки так жили, но это вообще-то не аргумент на самом деле. Да, по-разному складывалась жизнь предков, по-разному складывалась жизнь в разные века и так далее. Да, много чего не было. И именно благодаря вашим предкам, нашим предкам, которые были критически настроены, мы и движемся вперед. Потом есть еще один момент, если позволите. Конечно. Когда мы говорим о системе координат и о том, что кто-то знает как надо, знаете, я всегда привожу один и тот же пример. Вот лет 150 назад в этом разговоре, в принципе, ведь у нас два мужчины разговаривают, но в таком разговоре, в принципе, невозможно было участие женщины, как вы понимаете. Правда? Потому что умные дяденьки, вроде нас с вами, сказали бы, основываясь на самых современных на тот момент теориях, баба не может соображать, она не может выбирать. Более того, ей из дома нельзя выходить. Более того, она греховное существо, поэтому если она выйдет, такое произойдет, что раз, два, три, четыре, пять. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, система координат была сходная, то есть в этой системе координат люди, которые по той или иной причине монополизировали право, ну, на идеологию, например, говорили, нет, женщина нет. Вот женщина нет, мужики, окей, свобода возможна, женщина нет. Но мы-то с вами понимаем, что это была ошибка, и ошибка очень серьезная. Мы это точно знаем, это доказано. Да, более того, женщины, они, в общем, и сами немножко разобрались с этим, и они всегда понимали, я думаю, что вообще-то нет, слушай, я соображаю, оказывается. Ну, слушайте, еще неизвестно, что будет еще через сто лет, может быть, мы лишнее будем. А я не сказал, что кто-то лишний, я не сказал, что кто-то лишний, я говорю, что надо договариваться, не исходя из того, что я знаю, что вам Николай, что для вас, Николай, правильно. Да, я говорю, что человеческая сущность состоит в том, что мы должны сомневаться, кстати, и учительская сущность, ставить вопросы, искать ответы, приходить к компромиссам, не соглашаться, возможно, часто. Да, еще раз, в чем моя боязнь, не боязнь, а страх, на самом деле, любого, любого определения того, например, что такое патриотизм, что мне расскажут, кто такой патриот, да, вам расскажут, между прочим, со временем и так далее, да, Лермонтов патриот, Михаил Юрьевич, да, скажут мне люди, принимающие этот закон, а как же со стихами, прощай, немытая Россия, рабов, страна, господ, да, или он другой России говорил? Нет, ребят, он говорил не о другой России, он был критически, в хорошем смысле, в лучшем смысле слова, настроенным человеком, у которого душа болела за то, что вокруг него происходит, да, который правду говорил, горькую правду, и, между прочим, менял мир в лучшую сторону, да, и так можно, я, как вы понимаете, могу привести вам пример любого, любого автора. Я презираю отечество, говорит Пушкин, да, я презираю отечество, да, однако мне досадно, продолжает он, когда о нем плохо говорят иностранцы. Не патриот Пушкин, но, ребят, да, это приглашение к диалогу, и мне кажется, что для общества и для человека конкретного будет очень хорошо, если он будет приглашен к осмыслению, приглашен к диалогу, если он будет, если педагогической доктриной, если хотите, да, будет постановка вопроса. И уж точно право на вопрос, и уж точно право на сомнение, да, сомнение не влечет за собой насилие, ни за что. Сомнение влечет за собой протянутую руку к этому самому диалогу, а вот единая позиция, уж простите, влечет за собой насилие, примеров могу привести сколько хотите, потому что вызывает сопротивление, и у самих людей, носителей этой идеологии, возникает идея о том, что кто думает не так, как мы, им нельзя давать слово, или они должны быть, так сказать, посажены, или они должны быть на всю, или убирайтесь отсюда, или... Нам это зачем? Ну нам это зачем? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!